Ассоциация писателей «Свободное слово» написала открытое письмо в поддержку филолога Гасана Гусейнова после того, как Комиссия ученого совета Высшей школы экономики, ВШИ, порекомендовала ему извиниться за пост о клаочном русском языке. Письмо опубликовано на официальном сайте организации. Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых, осталась в далеком прошлом. И тут мы ошиблись вновь, говорится в заявлении, под которым подписались более ста человек. Среди них, Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн. Какими станут 20-е годы нынешнего века, зависит от нас в том числе и от нашей готовности отстаивать право ученого на свободное высказывание. И если флагманы отечественного образования и науки, главные вузы страны, будут отказывать в предоставлении этого права своим преподавателям, равно как и студентам, наш завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего, отмечается в письме. 29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клаочного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Позже филолог пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что на нем говорят болваны. 8 октября комиссия ученого совета ВШ рекомендовала извиниться за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, а также дозавуировать их. Там посчитали, что слова Гусейнова повлекли ущерб для деловой репутации университета.